Я говорю сначала, покажи мне деньги Денег нет, но вы держитесь, на самом деле Первый принцип кино, никогда не вкладывай в свои деньги Это вы все так кинематографично рассказываете И я такое ощущение, что этот мир вообще проходит мимо меня Мяу! Категория продюсеров мудаков Надо вот эти фильмы про Назарбаева все им продать Но это авантюра, это стопроцентная авантюра Всем привет, это наш видеоблог Серийный продюсер и сегодня на нашем подкасте Санжар Мади и Ерден Телемисов Не перечисляя все их регалии и статусы Потому что именно о них я хотел сейчас поговорить Мне кажется, сейчас в этом подкасте такой разговор с людьми Давайте я такое утверждение скажу И вы мне скажите, потому что я сам никогда не был актером Мне кажется, в нашей профессии, в нашей индустрии Актер очень зависимая профессия То есть актеров выбирают Может быть такая ситуация, что ты очень классно играешь Но вот условное действие, чтобы продвинуть свою карьеру Все равно надо, чтобы тебя кто-то выбрал какой-то режиссер Понятно, можно ходить на кастинге Но не так много действий, скажем Верно? Актер это как товар, наверное, больше Товар должен быть в товарном виде, должен быть хороший Абсолютно Как талант он продается, скажем так Но здесь есть нюанс, что я всегда об этом говорю Актер должен быть в нужное время, в нужном месте, чтобы он выстрелил Потому что очень много выпускается актеров университетов Частных университетов, государственных университетов Но если посмотреть по статистике Как правило, в комментариях пишут, почему одни и те же актеры играют Опять-таки В том числе про тебя Я не стал говорить Про меня не говорят еще И в Лондоне пишут Почему одни и те же вышибалые На самом деле Ситуация такая, что даже я на примере своей школы Объясняю студентам Нужно находиться в нужное время, в нужном месте Это не потому, что меня везде берут Потому что просто для режиссера и для продюсера Актер это должен быть решение его проблемы Если ты не можешь решить его проблемы Естественно, он будет идти тому, кто ее может решить Если ребята оканчивают государственные университеты Частные университеты Они не могут дать продюсеру и режиссеру то, что им нужно С точки зрения именно таланта То, к сожалению, он лучше переплатит И возьмет уже проверенную ситуацию Ну слушай, ну вот как раз таки об этом речь В том плане, что вы, условно говоря, мне кажется Такие проактивные товарищи Несмотря на то, что могли сидеть там в этой роли актеров Вы там пошли, стали продюсерами, режиссерами Занимаетесь, вот Санжар, у тебя там своя школа Это вообще же все И даже то, как ты сейчас объяснил Это же, по сути, все немножко про такой бизнес-подход Само собой Ты же сам учился на экономическом, по-моему Я по образованию магистр финансов А, ну вот Я биохимик А, все, биохимик Интересный подкаст Breaking Bad, да, так Мы будем варить Бэтч Как там это Say my name Да, если вы спросите мое мнение Конечно Никто не спросит Вдруг Если у вас есть субсиданные наклонности И вы решите не спросить Молчите все Да, я сам Лет пять, наверное, когда Двигался только по актерской карьере Я пять лет не мог понять, что меня смущает Что мне не нравится Потом я понял, что Это маленькая вопрос Маленькая вопрос Узняки лавки Мне очень не нравилось то, что По энергетике Ну, может быть, сейчас уже В эпоху феминизма Нельзя говорить, что это женская профессия Но это профессия, в которой Все-таки тебя выбирают И ты как будто бы вот стоишь У дороги И вот ждешь вот свой автомобиль Свой автобус, который тебя заметит Подберет И это мне очень не понравилось Как только я понял Что мне именно не нравилось В актерстве Я начал это менять Я начал это менять Я начал Прикладывать какие-то усилия Говорить, что моя мечта Там быть продюсером Режиссером, сценаристом Я начал этим заниматься И сейчас Очень часто Среди актеров Когда они встречаются Они говорят Первый вопрос Что, есть проекты? И тут 50-50 У кого-то есть проекты У кого-то нет проектов Но когда ты занимаешься Как продюсер Как режиссер Сценарист У тебя всегда есть проект И вот именно от этого Я кайфую Потому что Теперь, когда мне говорят То есть Мне нравится быть Не только актером Мне нравится быть Кинематографистом Киношником И сценаристом И режиссером И продюсером И монтажером И все-все-все Это все-таки Кино включает Сколько? 12-13 департаментов И можно переключаться И в этом кайф Да, прикольно Да Ты прям очень вдохновляюще Сейчас сказал Да Давайте за это выберем Покупайте Покупайте мои курсы Покупайте мою книгу Вот, кстати, у нас на столе Марафон У нас книга на столе В нашей команде Алексей Наш продюсер Он вот купил Такую книгу Защитники Это проект Который снимался Санжар Мади Да Вот, и он есть на обложке Вот, потом попросим Его автограф Для нашего Слоу-хорсес Нет, Алексей Что? Нет Нет, мы не настолько Такой анализ Как бы делали Вот Ну, вот К вопросу о том Вот О продюсировании Да, то есть То, что меня Больше всего интересует Ну, вы Как бы Когда, условно говоря Вы перешли на эту Темную сторону Где вот Вот этот вот Продюсер Который Жадный Наверное У него все деньги Он их забрал И поэтому Всем так мало платит Да, условно говоря Каково Мне кажется Лучшее изречение Продюсерское Сказал Бывший президент РФ Медведев Теник-ниптен Выдержите Да, да, да Мне кажется Можно слоганом Для всех Продюсеров Написать над головой Безболку Светящей себе Денег Нет, но Выдержите На самом деле Я стал Становлюсь Я не сказал Что я прям Сто процентов Стал У нас есть Несколько проектов Где я был Продюсером Но Это была Наверное Неизбежная Такая вещь Так как Я начинал Больше с актерства Потом плавно Перешел в режиссуру И вот Столкнувшись В режиссуре Я понял Что Хромает Именно Продюсирование Что Я должен Понять Как это Работает Потому что Это все-таки Такое Абстрактное Мнение Что продюсер Это человек Который ходит С деньгами И никому Их не дает А если дает То еще Трехэтажным матом Покрывает И эти деньги Потом забирает Себе Как налоги Похоже На Какую-то Государственную Систему Вот Но Потом я подумал А почему бы Нет Почему бы Потому что Режиссер Он все равно Наемный То есть Режиссеров Тоже выбирают А здесь я решил Немножко поиграть В игру Где Ты должен Нанимать Ты выбираешь Что снимать Ты выбираешь Кого брать Ты выбираешь Опять-таки Что снимать Когда Где И ты начинаешь Играть в эту Взрослую игру Находить деньги И это самое интересное Когда ты начинаешь Искать Инвесторов Объяснять Перед ними Тоже танцевать Говорить Ребята Вот такой проект Нужно столько-то денег Он для вас Плюс и минус И так далее Это уж совсем Немножко другой уровень Но в любом случае Тебя так же выбирают Как и предыдущих Но здесь ты играешь Такую роль Что у тебя есть Какая-то своя Грубо говоря Власть Власть Окей В прошлом году Я просто продюсировал Проект По заказу Министерства Для телеканала И был генеральным Продюсером И все деньги Были у меня И я их Всем давал Я человек Ну там Нежадный Ну нежадный Имеется ввиду Для меня Важно было Ну на телеке Денег мало Поэтому я всегда Хотел сделать А сценарий Тоже зависел от меня Я старался Максимально Сделать хороший сценарий Чтобы потом То есть У меня у самого Есть принцип Такой Когда кто-то Приходит ко мне С предложением Я говорю сначала Покажи мне деньги Он говорит Денег нет Я говорю Денег нет Тогда покажи мне сценарий Джилл и Магуай Есть там такое выражение Да Покажи мне деньги Но это одна часть А у меня есть их две Если нет денег Покажи мне сценарий И тогда Ну то есть Если нет и того И того То я не соглашаюсь Покажи мне вредный Покажи А к ребятам А к ребятам актерам С которыми Ну то есть Опять таки Вот то что тебя Когда-то касалось Когда продюсер подходит Говорит Брат Денег немного И тут я С тем же текстом Но я говорил Слушай Денег немного Но сценарий Есть И он классный И эта роль Прям написана Для тебя Тут можешь Поиграть А для актера Это волшебные слова Старался Мотивировать Именно Получить Вот это Ну хорошо Денег Не так много В казахском кино В нашем кино И хотя бы Есть что играть И таких проблем Чтобы кто-то говорил Ну пожалуйста Ну на кине еще Такого не было Ну опыт Ну за другой стороны Ты знаешь У тебя же такой Способ коммуникации Ты так очень добро говоришь Да У тебя Презвивительно добровольно Да У тебя аудио Аудио От одного Облаза Видео Как бы От другого А теперь я с себя Весь выйду Мяу А теперь Из калитки Контраст Это я лежал Поэтому Да И это работает И думает Это работает везде На самом деле Даже Опять таки Взять каких-то Топовых актеров В мире Там Британии Или Америки Можно посмотреть Проекты Где Снимали студенты Где снимали Люди абсолютно Без какого-либо Грандиозного бюджета Но Их зацепила идея И как правило Они в интервью говорят Чуваки По возможности Найдите Мой имейл Найдите имейл Моего самого близкого Агента Потому что Опять таки Там же идет Просев Фильтр Агенты смотрят Окей Бюджет такой Неинтересный А для актера Который действительно Любит играть Который себя Действительно Может назвать актером Для него Не столь важна Сумма На которую Ему собирать Заплатить А именно Продукт Который хотят снять И опять таки Я тоже везде говорю Ребята Если у вас есть Хороший сценарий Скиньте Давайте поработаем В принципе Я как продюсер Постараюсь найти деньги На этот сценарий Даже так можно сделать Слушай А вот Я понимаю О чем ты сейчас говоришь Но с другой стороны Вот смотри Например Я прихожу и говорю Санжик Вот есть хороший сценарий Ну я просто Трудно себе представить Ситуацию Если сценарий плохой То есть Как вот Ты в этот момент Ну что Ты молчишь Или ты говоришь Я сейчас приду Колян плохая Плохой сценарий Я сейчас приду Дайте мне мою котку Алло Яндекс.Такси Это какого числа Ой Ёбан Да Вот Видишь Вайфхак Нет смотри Если сценарий хороший Он может быть Супер хороший Он может быть хороший Он может быть хороший Но его нужно доработать Он может быть плохой Но его можно доработать И он может быть супер плохой За который лучше вообще не браться То есть Тут видишь Что позитива больше Чем негатив Негатив один А позитив Все понятно С первой страницы Ты начинаешь читать Если на первой странице Написано Что Эта история Взят Из жизни Я ее любил Это просто Жанна Жиза Причем Я тебе больше скажу Мы делали Проводили Пару лет Не пару Где-то года Четыре или пять назад Конкурс Были деньги Были инвесторы Я объявлял конкурс На лучший сценарий Прислали 200 сценариев 200 сценариев Было полное Г Каждая страница Где-то у меня сохранилась Ты где-то только в одном районе Что ли собираешься Каждая страница Начиналась Эта история из жизни И ты такой Все, спасибо До свидания История из жизни 200 историй из жизни Конечно здорово Что она из жизни Но когда начинаешь Во-первых Никто не подумал Что есть специальный регламент Написания сценариев То есть Телефон Имя Хотя бы название фильма Как связаться с этим человеком Никто Специальный есть шрифт Специальный Есть определенные правила Об этом я писал Все просто Не знаю Где-то Все в ноутсах написали И отправили Какой кигель Где-то там 30 страниц Где-то 20 А потом в конце Можно это писать Окей, ладно И ты это все читаешь И понимаешь Что там даже сценарием не пахнет А есть история Когда Все как надо Тебе показывают Даже может даже вслух Кто-то сказать Слушай, ребята Есть такая идея Да Дын-дын-дын-дын И ты такой И у тебя сразу Включается внутри Я не знаю Как это называется Какое-то Шестое чувство И ты такой Ребята Давайте это снимем И ты загораешься И ты начинаешь Поджигать всех вокруг себя Ребят Есть такой сценарий Есть такая идея Даже не сценарий Надо его расписать Все, давай Нанимаем сценаристов Берем четверых Они сидят День и ночь Пишут Показали не нравится Давайте дальше То есть Был такой у меня Председент Сейчас мы до сих пор Так работаем То есть хочется довести его До ума Потому что Идея хорошая Но есть вариант Выпустить его с Рим Как это чаще всего делать А потом Оправдываться Что не было времени Не было денег И так далее Но хочется довести его до ума Потому что Никто не торопит И нормально Да Прикольно Классно Супер У начинающих сценаристов Всегда это Я сам Когда только Малик Зенгер Только вернулся По-моему С Америки И организовал Этот сценарный клуб И я туда записался Еще вообще тогда И пришел И Малик говорит О чем твоя история будет Я говорю О моей семье Он говорит Нет Я говорю Почему Это же личное Он говорит Ну дело в том Что сценарий Это же такое Что когда Нужно будет в угоду сценарию Где-то кого-то сделать Ты сможешь папу своим Плохим сделать В этой истории Или каким-то неправым Я говорю Нет А маму Ну конечно нет Все Неинтересная история Подрасти чуть-чуть Попиши И лет через семь Десять Возможно У тебя будет Семьдесят Семьдесят Да Но как раз таки Сейчас я Занимаюсь историей Своих родителей Интересно Как сказал А про маму И уже такой Холстом На руке Маму Что ты сказал Мне палец его в руке Извините Что ты сказал По моей маму Ребята Тут бессозна Я просто Мне показал Что он сказал Про маму Как будто бы Стоп-слово Было названо Слушайте Ну Расскажите Про вот этот опыт Саша К помощи Я тогда написал Я забыл Как сериал называется Я вот случайно Вообще наткнулся Не в твоих соцсетях А Ютуб мне выдал А вот про девчонок Которые Вот такое Круто Да Круто Такое Еще смотивно Было Прикольно Интересно Что с этим проектом Он там дальше Не пошел Вообще Как учат Такие сериалы Как делаются Такие сериалы Не на салем Софи-медиа А я вам расскажу Я вам сейчас расскажу Устраивайтесь поудобнее История родилась В далеком 20-м году Когда я Максим Акбаров И Жан Муканов Разговаривали По видеозвонку Как все это делали Так вот И вот в одной Болтовне Которая Ты сидишь Думаю 20-й год Ну а что еще делать Родилась такая идея Я предложил Ребята Давайте мы снимем Историю Когда вот Три девушки Грубо говоря Олицетворение Нас Там одна Городская Из вас троих Девушки Альтернатива Чтобы это было интереснее Что одна там городская Одна там Любит погулять И одна Саула Кто был Саула Жан тогда Жил в Шимкенте И он много Рассказывал Про особенности Так вот Это образно Чтобы никого не обидеть В плане Как-то стереотипно Это все так Расписалось Мы за эту идею Зацепились Макс Акбаров Нашел сценаристок Они очень крутые На самом деле Это стендаперши были И быстро 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 Все написали Быстро нашли деньги На три серии Если не ошибаюсь И Пока Была пандемия Все это продумывалось Прописывалось Как только Занавес пал Мы сразу приступили Это все снимать Очень быстро Это все смонтировалось Выложилась сеть И Если честно Мы не ожидали Что будет Такой резонанс Что очень много людей Писало Когда будет продолжение Ребята Вы там залезли В голову девушкам Как вы это могли сделать Потому что девушки Писали о девушках Это не наша заслуга Это именно сценаристов И опять-таки Почему Очень много Историй провисает Потому что Нет самой истории Ты можешь снять Не знаю Хоть на стакан Хоть на утюг Но если история Неинтересна Ты ее Не знаю Светом Цветокоррекции Как ни крути Ты ее не вытащишь Здесь Сама история Была прикольная Она где-то была Необычная В некотором смысле Но в какой-то момент Когда уже все Вернулось На круги Своя Инвестор Сказал Нам нужно Возвращать Свои деньги И так далее Сейчас Я Возрождаю Этот продукт Этот проект Заинтересовались Уже другие ребята Которые По истечению Времени То есть мы Прошли Вот этот Тест времени Мы выкладывали Какие-то истории Даже на тиктоке Они Будучи Я не знаю 30 секунд Одноминутные Набирают До сих пор По полтора миллиона Просмотров Слушай А какой был план То есть вот Для инвесторов Как вы собирались Ну как бы Зарабатывать Как всегда Это продаплессмент Это продажа Франшизы Возможно Куда-нибудь Бывают же Похожие Какие-то страны Нации Где очень схожи С нами То есть вы выкладываете Это на ютюбе Как бы Первые серии Да И потом Продаете Условно говоря Рекламные интеграции Вот в этих же видео На ютюбе Или на ютюбе Да Или там на ютюбе Предлагали тоже Ну опять-таки Тогда эта история Только разворачивалась Да Но Это на самом деле Продукт Он не быстрый В плане Что ты там снял И сразу деньги вернул Да В любом случае Есть кинорынки Где ты потом можешь Продать это Опять-таки Как франшизу Сейчас Российские рынки Просто скупают Оптом Историю Все истории Из Казахстана Там Старт Мегагоу Кинопоиск Если посмотреть То очень много У них Они просто заполняют Сейчас эту брешь Которая После Всей этой истории Там с войной Они пытаются Заполнить это Именно каким-то Казахстанским контентом И даже В этой истории Можно Получить профит Да То есть Эта история Она действительно Она универсальная У кого нет Там деревни В какой стране В какой стране Нет карьеристов В какой стране Нет людей Которые там Надо эти фильмы Про Назарбаева Все им продать Они потом Это кэшбэк У тебя вернут Я думаю Они как мини-сериалы Покупать Потому что они Там 4 часа Слушай Ну вот эта История Про Джина Получается Как бы Она что Немножко рано Произошла что ли Надо было Чуть попозже Она была Одной из первых Такой Веб-сериальный Скажем Правильно же Она одной из первых Вообще Веб-сериалов В Казахстане Была И точно могу сказать Что одна Из первых Веб-сериалов Кинокачества Ну то есть Киношного качества Потому что там Группа у меня была 28 человек Все кинематографисты Которые работали В большом кино И это кайф Нет В свое время Я вообще ничего Не планировал Такого грандиозного Я планировал Снимать на сотовый телефон Своих друзей Бесплатно Слава богу Вот друзья у меня Вокруг все Поддержат Главная история А просто получилось Что вот так вот Рассказывая друзьям Историю У меня Ко мне присоединились Продюсеры Которые сразу же Нашли первые Там 10 миллионов И потом пошло-пошло И там уже Амбиции пошли Потому что Там Ильяс Тоже Антар Ахмед Он же Вице-президент Казахфильма Он говорит У этого фильма У этой истории Больше потенциал И мы стали уже Искать И в итоге Нашли около 10 спонсоров Но я вам Точно скажу Что меня даже На круглый стол Звали в Москву Чтобы я рассказывал О том Как привлекать Деньги Часто не занимаешься этим Как проектом Которые Ну или другими проектами Вот именно По этой Скажем так Схеме То есть Как зарабатываются Спонсоры Ну могу сказать Что сейчас Все могущие Скорее всего Я так Я для себя понял Это был первый опыт И с ребятами Нашими С продюсерами Мы поработали Сейчас я чувствую В себе силы Чтобы Заниматься Продюсированием Проекта Дальше Самому Мы вместе Создавали его И не так давно Я поговорил Мы все друзья И с продюсерами Ребятами С Нариманом Андреем Ильясом Я подошел И говорю Слушайте У меня есть желание Этот проект Или перевыпустить Или продолжить Потому что история Классная Это моя дебютная работа Режиссерская Была сценарная Поэтому я считаю Что сейчас я подрос Вырос У меня появились Другие варианты Воплощения То есть возможно Даже на иностранный рынок И я с ними переговорил Я готов Идти дальше Но мне будет тяжело Если нас будет четверо Потому что я уже Ну то есть Ты кого-то скинул С окна просто Нет Я просто сказал Уходите Он вот так держал Всех за окном И говорил Науки у меня две Извини Нариман Уходите Сейчас бежим С помидором Это как в КВН было Помнишь про соседку Когда соседка пришла И села Такая большая здоровая соседка И говорит Спасибо что позвали Вообще-то я привыкла одна Уходите Типа такого Нет я с ребятами говорю Ребят у меня Есть энергия продолжать Но нет энергии Делить эту историю На четверых И все Ребята говорят Да это твоя история Давай вперед Вперед Так что сейчас я думаю О перевыпуске И возможно о О чем Ну амбиции же Появляются И дальше Больше Почему бы не Предложить его Другим иностранным Компаниям История джинов Она всегда интересная Сейчас вот Сколько фильмов Про джинов Ну да Идрисельба Да История волшебства Так как Где можно И взрослые темы И интересные дети Можно Тем более Я сейчас думаю Занимаюсь этим проектом То есть Ну пока вот Он у меня не так прям горит Но ближе К весне Наверное Я буду уже принимать Конкретные действия Я рад Этот проект случился У нас две международные награды Казахстанская награда По маркетингу В двух Веб-фестивалях Международных Я был в жюри После этого В немецком Даже Берлинском Веб-фестивале И потом Что еще Ну круглые столы Знакомства Коннект Нетворкинг Это круто Слушайте А вот Ну Я Вы же как актер Вы приглашаетесь Ну То есть На иностранные проекты Которые Ну в принципе Продружительно Занимает время Эта работа Да Там Саня В основном Много С России Да То есть Приглашения У тебя вообще Приглашение По-моему Ты на полгода уезжаешь Куда-то там Ну полгода В Африку Там В Англию Ну да У меня есть история Каскадерская Где вот Ну у вас Вы же Да Вы еще Там у вас Короче Я решил Не тратить время Чтобы перечислять Все легали Актер, режиссер Продюсер Каскадер Предприниматель Там Разбыватель школы Да Ну вот Но я к тому Что просто Это же Как сказать Ну например Вот если брать На продюсерскую деятельность Да Это же Все равно Тяжело Заниматься В это время Продюсерской деятельностью Да Получается такой Ну огромный перерыв Там Если может быть У нас может быть Там Ну Там Периоды актерства Может быть В наших фильмах Там может быть Небольшие Или там Какой-то график Там да Такой Ну там же Вы там Готовитесь Там по Несколько месяцев Да там Уезжаете в какие-то Там Ну много По-моему Экспедиции Да Экспедиции Это же Ну прямо Невозможно заниматься Как вот эту Проблему решать То есть Это просто перерыв И все Вы не делаете Есть Несколько Способов Где пытаешься Максимально Минимизировать Все Или решить Как бывает же Там перед вылетом Ты сделаешь Все Там закрываешь Свои кредиты Там закрываешь Все налоги Чтобы тебя Главное выпустили Из страны Так и здесь Ты максимально Во-первых Решаешь То что От тебя Зависящее Потом Максимально Делегируешь То что ты можешь Делегировать Другим своим Как правило Не один работаешь И максимально Пытаешься им Объяснить Что от них требуется Далее Как руководитель Ты уже Скажем Находясь В любой точке мира Ты можешь Онлайн Дистанционно И просто Разговаривать И вести этот проект Уже Как-то Наводить больше А не вести Я могу сказать Что в прошлом году У меня Сразу два проекта Там Срослось Можно так сказать Я На телеканал Закидывал Презентацию Сериала Которого Хотел бы сделать И проходил Параллельно Кастинг в Англию Вот Слоу Хорсес В сериал Медленные лошади И они у меня срослись Буквально Вот Весной Сразу То есть я сначала Сначала Сыграл и черное И красное У меня Обе сыры И получилось Я хотел Режиссировать Сериал сам Который Снимал В Казахстане Успел Написать сценарий Буквально Первая неделя Прошла У меня Сорежиссер Акан Мусаков Он стал его снимать Да Обычное дело Они начали Снимать его А я дистанционно Руководил 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 Имеется ввиду Продюсер Как продюсер Поэтому Это было Очень тяжело Что я был В Англии Тут мне надо было Готовиться к этой роли Разница во времени И я помню Первые три месяца Пока вот эти съемки Пока эти проблемы А тут же ковид У нас последние съемочные Мы оставили Самые вкусные сцены В этом сериале В казахстанском Наконец Режиссер Акан И оператор Иркен Они сказали Ирдин давай Мы основной сериал снимем А все экшн-сцены Подвинем И в конце Три дня После основных съемок Отдохнем А потом вкусно снимем Самое вкусное Вот это все И оба Не дожили Ну не дожили Имеется ввиду Оба сломались Ковид был тогда И они оба свалились С ковидом И сериал доснимали Другие люди Второй режиссер стал режиссером Я в Англии Шесть часов разницы Каждый день То есть я В девять утра Встаю И понимаю Что там уже Час или два Дня И вот мне надо И включаю телефон И все И продюсерские дела эти Я седой Я нервничаю И потом Выключаю Медитация Нахожу решение И там Ну это был опыт классный Потому что продюсирование Это вот Какая-то бешеная гонка Да Тем более на расстоянии Когда И такой драйв Такой дриблинг Которого нет нигде Ни в актерстве Нигде Просто когда ты продюсер И на тебя все Открыв рот Смотрят А ты не знаешь сам Что делать Ты просто делаешь Серьезное лицо Мы сделаем это Ребят Господи Что в первый раз Так у вас убедительный У меня По-моему Так Не получается В соседнюю комнату А-а-а А-а-а Помогите А-а-а Позвоните Идите Работайте Все решается Это знаете Как в этом Фильм Вот этот Мой любимый Путовство Или хвост Машей собакой Это Антон Тебя с ним Хопман Голливудский Этот И он Я может Перефразирую Ну может быть Разные переводы Когда он говорил Там все пропало Там он говорил Ничего не пропало У меня за неделю До съемок Фильма Четыре всадника Апокалипсиса Трое всадников Умерли Но мы начали В срок Что-то Это авантюра Это стопроцентная Авантюра Это продюсирование Всеми правдами И неправдами Ты должен получить результат Да Слушайте Ну а вот Сама такая Как бы Известность Все равно Она помогает Да То есть это Ну как сказать Войти вот В профессии ЖСО Продюсер Мне кажется Это один из инструментов Я помню Когда мы снимали Я продюсировал И режиссировал То есть продюсировал Скажем так Я был Ко-продюсер Потому что Главный продюсер Был Максим Акбаров Я помогал Но Мы снимали Для Лексус Короткометражный фильм Который кстати Выиграл В Парижском кинофестивале И Именно Какая-то знаменитость Имя Оно помогло Найти И утвердить Ту локацию Которую Прям Ну она нужна Потому что Мы наверное Угробили полмесяца На поиски Того что я видел У себя в голове И нигде этого не было В Алмате Только в одном месте Мы увидели И я говорю Блин вот если мы здесь Не снимем Мы не будем снимать Вообще Потому что смысла нет Там все держится На машине На локации И начались переговоры И там кто Что Нет Мы вам не разрешаем Потом А это вы Ну хорошо Только там Один день А мы планировали Это все растянуть На два И опять-таки Это становится хорошо Когда тебе дают Какие-то рамки И только все Будем тогда танцевать От вас Окей Один день Один день Начнем В 6 утра Закончим Не знаю В 3 ночи Со всеми договариваешься Опять-таки Есть категория продюсеров Я не знаю Можно ли на этом канале Говорить Категорию продюсеров Мудаков Нормальное слово Да Все хорошо Которые действительно Начинают играть В эти кошки-мышки Играть И вести Не знаю Создавать себе Какой-то амплуат Не знаю ПИМП Все деньги мира В него И он тебе их не даст ПИМП А у него на губах Играет Все И вот Этого терпеть Блин Надо позвать Таких Я не знаю А здесь Я столкнулся Опять-таки В самом начале Вот этого Все истории Что продюсирование Она напоминает Больше ремонт В квартире Можно на 100 Наверное Потому что Когда есть бюджет В который ты должен Уложиться А в конце концов Получается Что ты еще и своих Где-то там должен Вытащить Ты находишь Какие-то еще Дополнительные Деньги Чтобы это все закрыть Потом с этими Пытаешься договориться То есть Это вечная такая Игра идет Да Но известность Она помогает Известность 100% Помогает У меня даже был случай Когда Вот просто Я снялся в одном кино И тогда Это еще В такие времена Было В жирные времена Когда там Я сам В Узбекистане Снимался Мне говорят Эрдинака За сколько можно кино Снять А за сколько можно В кино в Казахстане Я говорю Ну Миллион долларов Ну 500 тысяч Тоже нормально И такой 100 долларов Попер Так Эрдинака Уф Мой гонорар Они говорят Пожалуйста Никому не показывайте Вы что На эти деньги Две недели Ребята У меня вся группа работает Я такая Ну вот это было И получается Один раз Моя известность Я снялся в кино Кино не хватило Они не рассчитали Бюджеты И у них на пост Продакшн Нужно было Ну мне так сказали Я не знаю На сколько цифры Эти точные 200 тысяч долларов И продюсер ходил И искал Деньги на пост Продакшн И зашел В один из банков К руководителю И вот так Разговаривали Разговаривали И потом Говорит А кто у вас снимается Совсем скучно Скучно ему было Он так перелистил Кто у вас У вас Ердин снимается А вы смотрели Как он этот Сейчас Вот у него Жена в Индии Он стебается Типа вот он Идет к Индусу Типа такого Да классно же Классно же Я вам дам эти деньги Ведите Медведей цыган Да Представляешь То есть Если в этот момент Не сказал Там за 400 А он сейчас заходит Ходите Убери там 2 А есть же еще Его брат Да И очень часто Даже когда Вот с этими проектами Ребята Ну например Идут договариваться Разговаривать С там С какими-то Организациями Ничего не происходит Не получается Их выслушивают Потом Они говорят Надо чтобы ты был И я прихожу И говорю Ну Смотрите Ну это всегда Это микросер Работает везде Ну я думаю Иудина еще Кроме такой известности Он же еще Напрямую По-моему Всех знает По-моему Ты же приезжий По сути Всех знаешь В этом городе Я просто Работал на телевидении Я сначала Подработал на телеке Был директором Лотереи Был директором Охранного агентства Директором Рекламного агентства Один На 34 тысячи шанс Если тебя это устраивает Играй Купить 35 тысяч И не факт И вот И всяко-всяко было Поэтому получается Что я многих знаю И раньше Для меня Алма-Ата Я помню Когда я приехал В Алма-Ату Первый раз Ну в осознанном возрасте И Меня везли С площади республики Повезли на Атакен Где вот цветы продавали По вызову вниз Справа была там За остановкой Я помню И пока мы ехали Я смотрел на водителя И говорил А как ты это все запоминаешь Эту дорогу Ну мне с периферии Казалось Что это Мы куда-то едем Еще и навстречу автомобилей Еще Люди там ходят Еще машины Да Это же человек Не всегда будет стоять И как бы Чтобы я его запомнил В красной кубке А сейчас я в любое место захожу Не знаю По всей Алма-Ате И всегда Ну то есть Здравствуйте Здравствуйте Привет Привет И навстречу Кто-то поднимается Слушайте Ну вот эта вот История Про российские Стриминг-платформы Или Ну в том числе И продакшн-компании Так понимаю Много Сейчас как-то Тоже Ну по крайней мере И следует рынок Вот я кроме Так понимаю Джокэсэс Да Они вот Продали Джокэс Я не честно Джокэс Да Джокэс Почему все думают Что мы Джокэс 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 Да То есть Есть еще какие-то Уже такие Ну как бы Совершенные сделки С кем-нибудь Есть частные Потому что все-таки Джокэс Они больше Это целая Не знаю Концерн Если можно так назвать Там и ТикТок Отдельные хаусы Там и продакшн Там и сериалы Ну я имею в виду А если те кто снимают Чаще всего снимают Как от отдельных продакшн Ну Максим Акбаров Голденмен Да Они снимают Полный метр И тоже их продают Да Но это же Голденмен Он же этот Казахфильмовский Или фондовский А это отдельный Собственно его А окей И также есть отдельные ребята Просто у Джокэс Кейс намного больше И об этом Больше узнают Потому что опять-таки Охват огромный Там исчисляется Пятидесятью Миллионами Людей Да По всему миру Так что Поэтому на слуху Ну и ребята Они делают качественно В любом случае Они прошли огромную Школу Вайнов И сейчас У них два Крупнейших И лучших дома Тикток Хаус Они снимают сериалы Для подростков И так далее Но ребята развиваются Ну круто Ну я просто к тому Что Как бы Насколько То есть Вам например Уже понятно Как нужно действовать Условно Вот если Вот возьмем Теперь Поговорим с вами Как с продюсерами Да Вот Человеку Начинаю С какой-то идеей Да Не знаю Там режиссер Там продюсер Все мы в этих ролях Как бы были Да Вот есть идея Как это сделать Какие у него есть варианты Ну то есть Что он может В данной конкретной ситуации Например В этом В следующем году Что он может сделать То есть Просто если там На раз Два Первое Там Ну если это фильм Пойти прокат Да Он уже жив у нас Он уже работает Ну да Блокат Это в принципе Можно окупиться Это первая Одна из первых стадий Ну вторая Там например Там если опять-таки Фильм Получить там Подать в фонд Да Получить деньги Государства На кино Условно говоря Это самый простой способ Да Самый простой И самый сложный Самый простой Словой Да Потому что Сам знаешь Что там происходит И вот в этой Каши-малаше Непонятно Я вот честно Не могу сказать Что я знаю Что происходит Ну я на практике Не знаю А теоретически Все еще пытаются Разобраться Как бы Ну что-то меняется Там Не знаю Новые правила Какие-то Ну вот попытаемся Ну вот смотрите Второй Третий Что Подать сериал Там Солем Сошел медиа Если это сериал Да Тот же вариант В принципе тоже Мне кажется Все возможно Да Что еще может быть Четверто Самому попробовать Найти деньги И собрать Команду Так тоже Очень часто делают Причем Я всегда советую Никогда не вкладывать Свои деньги Потому что это 100% Проигрыш Первый принцип Кино Никогда не вкладывать Свои деньги Второй А потому что Это Это Не прибыльно Ну может быть Не имея опыта Такого Да В любом случае Мне кажется Опасно Когда ты берешь Деньги Инвестора В любом случае У инвестора Который вкладывает Деньги В тебя У него эти деньги Не последние То есть Есть вероятность Того Что если ты Прогоришь То ты ему вернешь Когда-нибудь И он не будет Стоять там Голодать Наверное Ему тоже Нужны эти деньги Конечно Нужны Но ты это Обговариваешь Это Скажем так Long term На долгий срок Ты ему возвращаешь Какими-то равными Далями Или там С проката То есть Это все Обговаривается Заранее Есть инвесторы Которые тебе дают Не знаю 100 тысяч Все там Через Как-то снимешь Как покажешь фильм Сразу отдаешь Мне Сумны И сверху Какой-то процент Как правило Это напоминает Больше Как лохотрон Потому что Ты эти деньги Не вернешь Ты берешь Эти деньги Сейчас Ты снимаешь На это фильм Ты этот фильм Прокатываешь И не факт Что этот фильм Окупится Не факт Что он вообще Может выйти Потому что Очень-очень Очень много Разных факторов На это влияет Третье Это реальные истории Когда люди Брали деньги Причем эти деньги Были не просто У каких-то там Людей А это были Серьезные люди И серьезные Там Скажем так Из теневой культуры Им приходилось Договариваться И умолять Чтобы они Оставили их В покое Живых И они Обязательно Как-то вернут Эти деньги Есть истории Когда люди Продавали свои Квартиры Машины Вкладывались В кино Они такие Вот Причем Когда ты Вкладываешься В свой Фильм Или там В свой Продукт Ты как правило Не можешь На него Посмотреть Со стороны Ты не можешь Оценить Трезвым Вот ты поверил В эту какую-то Не знаю Идею Я могу Ну ладно Вкладывай Свои деньги Нет реально Просто Есть такое Что ты Веришь В этот проект Как идеи фикс И ты не видишь Его минусов Ты не видишь Его Каких-то Подводных камней И вот Тебе пытаются Объяснить Что блин Вот здесь лучше Что-то понять Ты ничего не понимаешь Мои деньги Я сам решаю А когда деньги Чит У тебя есть Какая-то ответственность Ты начинаешь Просчитывать Все до мельчайших Подробностей Окей Если здесь не получилось Значит так То есть У тебя есть долг Перед кем-то Это отрезвляет Всегда Так же Очень часто Было с казах Фильмом Когда они снимали Деньги на Государственные Деньги Фильмы На государственные Деньги Деньги В принципе Так и есть Снимали деньги Просто Вы где работаете Я снимаю Деньги на Государственные Деньги Эти фильмы Просто на полочку И никто их Никогда не видел Потому что Эти деньги Не возвратны Когда тебе говорят Что ты Не возвращаешь Деньги Тогда это Немножко Тебя Ты знаешь, а я, например, у меня такая точка зрения, которая касается только меня, и так происходит только со мной. Возможно, во мне есть все-таки что-то джиновское, потому что я никогда не думаю, откуда я возьму деньги и как я их верну обратно. Я как бы чувствую, моя задача сделать интересную историю, которая будет меня греть, и автоматически. Я вот буквально, могу сказать, неделю назад, две недели назад придумал проект. Просто два дня что-то на меня снизошло, видно, куда-то подключился. Я так это все позаписывал, позаписывал, потом начал рассказывать друзьям. Абсолютно случайно, буквально три дня назад мы обедали с другом моим, который из Москвы переехал сюда, а он там такой тоже видный продюсер был. И я ему рассказал эту историю, он говорит, надо делать. И мало того, напиши мне ее хотя бы на бумаге, не на словах. И я, ну, то есть, он, оказывается, там представитель одного из самых крутых продюсеров. И говорит, я просто покажу, и я уверен, что он загорится этим. Это раз. Второе, когда история, я там тоже озвучиваю своим друзьям, я хочу сделать экшн, экшн-фильм с намадами. Такой прям классный, потому что я вижу подноготную, я знаю, как мы готовимся к дракам и вообще вот экшн-составляющей в кино, в голливудских проектах. Это одно, и как это происходит здесь, в Казахстане. И хочется вот ту подготовку каскадерскую и сценарную, которая будет специально написана, да, под экшн-сцены. То есть точно будем знать, как это будет. И хотелось. Я начал этого рассказывать, и мой тоже друг, один из друзей, говорит, его требования к фильму, он говорит, сможет сделать Мочилова? Я говорю, смогу. Он говорит, я дам тебе деньги. Прикольно. И все, на следующий год мы должны будем снимать Мочилова. Что значит ваши актерские, вы все так кинематографично рассказываете, и я такое ощущение, что этот мир вообще проходит у меня, потому что очень короткими фразами, очень ярко люди разговаривают. Ну там такое. Просто у тебя это, наверное, вот как бы, это для тебя работа прям. Такая конвейер, конвейер, да, то есть когда ты... Ну он сказал, Мочилова, но на самом деле надо ему, да. А нет, ну на самом деле он... Да, я все-таки как-то, я не отношусь к этому как к работе. Чем проще ты относишься к делу, тем больше результат того, что оно получится хорошо. Вот, хороший вебхак. Ну смотрите, если можно, я вот продолжу, да. То есть в принципе то, вот то, как вы двигались с этим веб-сериалом, то есть вы показываете, ну выгружаете серии, например, осуществляете свою идею, находите деньги, потом подтягиваете, например, рекламодателей в том числе, да, там инвесторов и рекламодателей. Чтобы потом, когда отбиваться, отдать деньги, рекламодателей, ну показать им там условно рекламу, рекламную интеграцию. Что еще может быть? Что еще можно предложить? Да, какой способ, там фильм, сериал, как еще можно, ну вот именно продюсерские, ну все-таки, как сказать, ну отбить, ну как-то заработать. То есть какие-то понятные механизмы, кроме какого-то, ну там, человека из стильной культуры, который даст деньги, и ты уже оказываешься внутри нового фильма. Смотри, если ты выкладываешь его на ютюбе, то в принципе то все, уже можно ставить крест на этой истории, если только не продавать в саму франшизу. Да. Потому что если он на ютюбе, какой смысл продавать его на стриминг? Да. Или надо иметь какое-то право первой ночи, что ты, допустим, его снял, ты показал там две истории, там три эпизода. А остальное, говоришь, ребята, дальше вы идете на этот стриминг, платите какую-то иную сумму, небольшую, и у вас есть доступ смотреть это все дальше. Как правило, это Afterlife у фильмов и у сериалов, это вот именно стриминги, кинорынки, когда ты летишь в какую-нибудь страну красивую, там собираются такие же какие-то единомышленники, вы продаете и покупаете друг у друга какие-то проекты. Причем это тоже работает, и это должно работать. Потому что у нас фильмы как были? Ты их снимаешь, ты их тупо выкладываешь в кинотеатр, проходит, не знаю, сколько там, 20 дней, идет спад, кинотеатры его убирают, вместо него ставят другой, твой фильм ждет своего какого-то часа, ничего не происходит, ты его выкладываешь на ютюб, и все, до свидания. Вложенные деньги, они вот то, что в кинотеатре ты собрал, тебе повезло, не собрал, не повезло. Все, дальше ты начинаешь другим инвесторам петь свою песню, что вот тут так вот вышло, был, не знаю, ретроградный Меркурий и так далее. Но если брать зарубежные, западные истории с фильмами, то у этого фильма и проекта, сериала есть много других жизней. Ты его дальше перепродаешь, ты продаешь франшизу, ты продаешь его на кинорынке, ты его пытаешься продать, я не знаю, ты его переозвучиваешь и передаешь в другие страны уже, на телеканалы. То есть очень много, то есть нам кажется, что мы никому не интересны, на самом деле это не так. Во всем мире все очень схоже. Просто достаточно, если ты, допустим, хочешь продать на какую-нибудь азиатскую страну, просто переведи или договорись, чтобы это перевели они, и ты продаешь этот проект, и они его смотрят с удовольствием. Сериал «Золотая Орда», в котором я снимался, его... Российский. Российский, да, его переводили, я не знаю, на языков 7 или 10. Каждый раз мне приходилось сообщение, или мне отмечали, что вот его в Корею продали, в Японию продали. Его продали там то ли Бразилия, то ли Португалия. Короче, этот сериал, я думал, зачем португальцам, бразильцам смотреть сериал про «Золотую Орду», нет? Ну, мы уже смотрели. Да, мы смотрели, это наша ответка им. Надо вернуть им. Да. А, Евгений, расскажи, вот, кстати, ты упомянул телеканал, расскажи свой опыт, ну, получается, в прошлом году у тебя первый был опыт как продюсера работы с телевизионными каналами, то есть ты делал сериал для телевизионных каналов. Мне очень не понравилось. Не понравилось? Не понравилось, да. Потому что, нет, я просто, я человек свободный, очень свободный. И когда я делал свой веб-сериал «Всемогущий», я делал его именно для веба, потому что это свобода. Я мог делать и решать сам все, что хочу. А тут заказ министерства, контроль канала. И там вот это не надо, вот здесь вот это. Государство дает деньги, надо вот здесь и так. И я, ну, то есть мне очень, я сейчас поставил для себя, даже в этом году мне звонили, или здесь что-то есть, давай это, давай работать. Я говорю, я пока не готов. Может быть, я вот к этой своей режиссуре, продюсированию отношусь не как к работе. Все-таки я зарабатываю как актер. Хорошо, тем более вот сейчас иностранный проект был, который позволяет мне не думать о деньгах, там, год-два, например. В рекламе снимаюсь. Недавно снялся тоже, еще годик-два я могу не работать. И поэтому у меня свобода. И я от этого кайфую, я не воспринимаю это прям. Как вот мне надо чем-то, вот если я не сниму этот сериал, я не прокормлю своих детей. Нет, у меня это есть. И поэтому я свободен и ценю эту свободу. И не хочу заходить куда-то вот на госзаказы пока. Вот год-два точно. Возможно, когда я чуть-чуть еще обрасту какими-то мышцами, продюсерскими, сценарными. Возможно, я поставлю это как отдельный вид бизнеса. Буду контролировать. Там свои правила игры. Будут писать, да. И мне немножко... Я начинаю задыхаться, когда, если кто-то на меня давит, кто-то мне что-то говорит. И, как правило, функционеры у них свое видение. Они чего-то там, этой свободы нет. Поэтому я пока это для себя отложил. Я балуюсь. Я в отличие вот от тебя, ты профессионал, который каждый день думает об этом, у которого есть штат людей, которые ты должен кормить тоже, да. Который, да, вот это все. У меня этого нет. Я свободен, я знаю. Я думаю о проектах только своей мечты, что я сам хочу делать. Независимо от того, чего ты хочешь от меня, там, канал, государство. Я делаю то, что хочу. И знаю, что когда я это сделаю, ко мне обязательно присоединятся талантливые, креативные люди. Мы сделаем, и все будет хорошо. Какой-то я сейчас заплачу. Так описал мою жизнь. Но это правда. Ты не виноват, что ты живешь. Никто не виноват, что ты появился на этом. Вот ты можешь неделю не работать вообще? Ну, да. А еще неделю? Через год ты имеешь в виду. Следующую неделю. Смотрите, вот у меня такой вопрос. Ну, такой из практической области. Потому что вы люди, которые были на разных съемочных площадках, были в разных проектах, разного уровня. Ну, конечно, я имею в виду уровень выше там, чем наш казахстанский продакшн. Вот. Как вы думаете, что можно изменить у нас? Ну, вот, кроме, вот, ну, там, то есть, что можно поменять? Какие проблемы можно у нас решить, но если исключить бюджет? Вы понимаете, да? То есть, есть вещи, которые просто, у нас просто нет таких денег. Да, там, ну, я не знаю, условно, там, вагончики для актеров. У нас прикольная была переписка. С Анжаном мы прокомментировали. Я как-то ездил в Канаду, на площадке был, снимал там это, и говорил, что это вот у нас такой ряд вагончиков стоял. Где, в Канаде? Да, да, я был в Монреале. Я к тому, что, ну, есть проблемы, которые просто объясняются одной вещью. Просто бюджет, да, примерно. А вот что можно поменять, кроме, вот, как бы, наверняка есть что-то, что можно делать, ну, как бы, не решая вопрос, там, с деньгами. Что можно поменять? Вместе в виду для улучшения. Ну, конечно, для улучшения. Ну, ты же сам этим занимаешься. И я очень ценю то, что ты делаешь, то, что вот сценарная комната. Да, окей, сценарий. Самое главное, это сценарий вообще считаю. Я могу сказать, что в прошлом году я снялся в сериале вот «Слоу Хорсес», да, «Медленные лошади». Там были… Это вот Netflix или Amazon? Это Apple TV. А, Apple TV, окей. Там Гарри Олдман в главной роли, Кристин Скотт-Томас, Джонатан Прайс. Два номинанта, один лауреат на Оскар плюс. И вот я с ними непосредственно на площадке не работал. Но вот эта плеяда будущих Гэри Олдманов, да, вот с ними я работал. И я тебе скажу, что мы ничуть, наши актеры ничуть не уступают им. Не уступают им. Актерским мы не уступаем. Актерским мы не уступаем. Вот та же техника, которая есть у нас, вся та же техника. Единственное, у них есть сценарий. Вот для меня самое главное – это сценарий. Если мы займемся сценариями, если мы все-таки… А это очень тяжело, ты сам знаешь, да? Найдем этих людей и поймем, как, наверное, финансировать сценаристов. Потому что сценаристы, как правило, это умные люди, которые могут заработать. Но если у тебя есть мозги написать сценарий, то у тебя есть мозги заработать деньги. Они, как правило, умные люди, они год-два пытаются писать сценарий, понимают, что на это не проконят и уходят куда-то. И получают хорошие деньги. Вот, если бы подумать о том, чтобы… Ну, это стало профессией, например. Каким образом, да, каким образом сделать это все. Я бы даже вот фонд кино есть, да, они принимают, читают эти сценарии. Я бы на их месте какую-то часть снимаю, там офис, да, большой, да, дорогой. Я бы на этом месте нанял бы, да, не знаю, 5-6 лучших сценаристов, которые прорабатывали все сценарии, которые на входе заходят, да, то есть и давал время, хотя бы вот эти сценарные дыры. И чтобы эти люди, 5-10 человек, которые при фонде кино, учили бы людей, учили бы правильно расставлять акценты, делать сценарий, делали сценарий лучше. И тогда, когда качество сценария снимать мы уже умеем. Актеры у нас хорошие. Снимать можем за небольшие деньги. Актеры у нас не из лучших, да, то есть… У нас все есть, у нас все есть. И если мы просто поймем, как финансировать какое-то количество умных сценаристов, достойно их оплачивать труд, и вот это как-то… И вот в этом, наверное, все-таки нужна господдержка. Мы вырастем, и тогда наши фильмы станут востребованы на Западе, но, соответственно, деньги польются другим. Ну и продюсирование. Я бы еще добавил две вещи. Продюсирование и ответственность. Во-первых, огромный пласт продюсеров, он остался еще в той советской закалке, где, опять-таки, деньги входят и не выходят. Да. И какие-то свои вот эти базарные истории, тоже, опять-таки, продюсерские, от которых уже начинает тошнить. И нету… Ну, базарные истории, муж подозревал. То, что именно ты… Ну, в плане, что продюсер начинает с тобой торговаться. То есть он обесценивает работу каждого в выгоду денег общей, скажем так, истории. Но в кино ты не можешь экономить на актерах не только потому, что я актер. А то есть это тот человек, которого видят в любом случае на экране в первую очередь. Это раз. Во-вторых, ты не можешь экономить там на гриме. Ты не можешь… Ни на чем не можешь экономить в любом случае. Но когда… Если ты не можешь оплатить, если ты не можешь с ними договориться, то не нужно умолять или там пытаться обмануть или так далее. То есть это уже к слову о базарных историях. Не надо в мечети подходить рядом с… Ну, пожалуйста. Отойдите отсюда. Отойдите. Я молюсь. Сегодня такой день. И получается, нужно воспитать именно продюсеров нового поколения. Они есть, потихонечку они появляются. Вот наши друзья, там Игорь Сай, он проводил целые форумы обучения именно продюсеров новой истории, новой эры. Потому что от продюсеров тоже очень много зависит. И следующее, что я сказал, это ответственность. Потому что я вижу очень много ребят на площадке, они молодые, кто-то не молодые. И нет ответственности. Нет того, что, допустим, если человек халатно относится к своей работе, нет того, что его могут не взять на следующий. Его в любом случае возьмут на следующий проект. Нет какого-то вот этого… Это конкуренция может быть? Института, да нет. В принципе, конкуренция у нас… Института репутации? Да, института репутации. Потому что брать, опять во внимание, американскую историю. Там есть некий сайт imdb.com, где люди, работая на площадке, они мечтают, ну не то, что мечтают, кто-то уже есть там. Они хотят, чтобы… Их кредит растет внутри этого сайта. Они понимают, что если фильм, в котором он работал, набирает какой-то определенный левел, там бокс-офис, не знаю, 300 миллионов, то так называемые бенефит, которые… Плюсы идут всему проекту. То есть, если чувак работал там премьером, работал на проекте, который там собрал 500 миллионов, то, естественно, они будут смотреть. Скорее всего, он вложил свою лепту в это. И его уже будут брать не как… Это какая-то часть успеха, да? Да, разумеется. И каждый на площадке, с кем бы я ни работал в Америке, они пытаются сделать свою работу на 150-200%, потому что они знают, что сейчас они это сделают. Фильм должен получиться хороший. Они все в него верят, в любом случае. Это была не одна площадка. И обучаясь в университете американском, там тоже ребята, которые работают, они все работают на респект. Они делают так, чтобы потом им зачлось где-то. Круто. Я вот поделюсь своим впечатлением, потому что 8 лет назад, когда я вот… Ну, я же не кинематографист и даже не телевизионщик, я из предпринимателей, когда я пришел в среду, и на меня, честно говоря, поначалу работала эта штука. Знаете, когда разговариваешь с кем-то, договариваешься с каким-нибудь участником группы, и говорят, ну, мое же имя будет на титрах. Но потом я понял, что это просто стало поговоркой. Оно как бы… Оно есть, но потом дальнейшие действия, возможно, там, участников, оно оказалось, ну, никак не сдерживает. То есть это… Ну, вот… Почему я, например, спрашивал, там, вот, мы до подкаста говорили, там, о договоре, о намерениях. То есть работает ли эта система, то есть, ну, в смысле, мое имя на титрах, работает ли как-то… Ну, мне кажется, что это стало просто ничего не значимое… Ну, для кого-то что-то значит, но говорить, ну, я не буду так делать, конечно, я вас там не кину, не это, потому что у меня же имя на титрах, и ты такой… Ну, я же новенький, типа, другой… Ну, наверное, это в этой индустрии что-то значит. Ну, как ты вот сейчас рассказываешь, и такой, ну, окей, и потом раз, и вообще, то есть, там, ничего не значимое. Эй, твое же имя на титрах, да, там, ну, пускай… Ну, титрах, да, титрах. Я же на рамочку обведу твое имя на титрах. Чёрник. Ну, то есть, да, наверное, это такая прям проблема, да. Ответственность в любом случае. Ответственность за то, что ты снимаешь, за то, что внутри снимается, и так далее. То есть у каждого человека есть своя ответственность, он за неё отвечает. Ты, как актёр, отвечаешь за то, чтобы сыграть максимально правдоподобный не то, что от тебя требует режиссёр. От режиссёра, чтобы он подготовился. Потому что очень много были моментов, когда ты приезжаешь на площадку, и никто не знает, что происходит. Что ты будешь снимать? Все тратят друг друга время. Начинают, а давайте, может быть, мы вот так снимем, а может быть, вот так, а нет, ну, давай ещё подождём. Уходит солнце, все-таки начинают там, как укушенные, там, я не знаю, как будто их клюнули в одно место, начинают бегать там и так далее. Они тратят моё время, моё время других людей. И все начинают нервничать. Когда люди нервничают, ничего хорошего не получается. И это везде, так, повсюду. То есть никто заранее не готовится. Опять-таки, ответственности ноль. Ещё то, что вот, кстати, в дополнение, когда актёра ломают по цене, и он вынужден согласиться, он потом относится к этому точно так же. То есть он не приходит подготовленный. Я сколько видел таких вещей, когда... А почему вынужден, в смысле? Ну, иногда бывает, братан, снимись. Ну, потому что актёры бедные люди у нас. У нас актёры достаточно... Ну, то есть зарабатывают... Ну, как зарабатывают, такая часть. Тихо. Никто не увидит мой канал, его и так, и не так много смотрят. Тысяча человек максимум. Три человека, я, ты... Да, да, да. И ваши родственники надеялись. Я это перебатываю. Вы же пришлёте это в WhatsApp-чаты. Да, и просто к тому, что на Западе, там, ты говоришь, сколько ты стоишь, и всё, и нормально. То есть да или нет, подходишь или не подходишь. Там тоже есть какой-то торг, но все приходят подготовленными. Когда вот этот между собойчик начинается в нашем кино, наверное, там это... Ну, вот, денег нет туда-сюда. Он говорит, ну, ладно. И потом уже... Сколько я видел таких актёров? Вы недостаточно мне много платить, чтобы я там сейчас это... Туда-сюда. Ну, в этом есть какая-то правда, на самом деле. Потому что ты приходишь на площадку, и 10 часов ничего не происходит. И раз продюсер, режиссёр, и вся команда относится к фильму... Таким образом, да. Почему ты должен рвать свою задницу, чтобы там что-то из этого получилось? Естественно, ты будешь так же себя вести. И на выходе будет фильм не то, о чём все мечтали, а будет, ну, какая-то определённая, какая-то обычная история. Да-да-да-да. Блин, Санжик, так классно всё это конвертирует на бизнес-язык. Прям офигеть. Просто, ну, какие-то вот эти, как всегда такие киношные вещи, они такие всегда там... какую-то атмосферу. А ты так рассказываешь, я думаю, ну, это же, в принципе, в любом бизнесе, по сути. Ну, такое... Какие-нибудь вести... Да, всё-таки твое образование, наверное, как-то... Я как биолог. Да, вот надо добавить. Слушайте, ну, такой вопрос, наверное, последний. Но всё-таки, вот если так пофантазировать, да, есть карьера актёра, есть карьера режиссёра, но у нас же всё-таки страна, ну, как и многие, как сказать, все... Режиссёры — это самая такая крутая профессия, как бы, да? Все начальники. Да, все хотят стать им, режиссёром. Вот. Продюсер. Вот. Какую бы вы... Ну, ладно, сценарист, хорошо, мы добавим. Спасибо. Щипот. Да, наверное, на Ердена. Вот. Просто мне кажется, у вас всё-таки есть трёх вариантов. Вот. Наверное, по сути, по вашему фокусу, да? Какая профессия, если бы можно было заниматься одной, какой бы вы выбрали, если бы вам сказали, что нужно только одну выбрать? Ну, если бы очень хитро поступить, то я бы выбрал, наверное, продюсирование, потому что ты сам себя диктуешь, где сниматься. Сам бы себя снимал, и десертировал, да? Ну, а то вот если не хитро, то есть если вот... Конечно, для меня актёрство это на первом месте всегда. На первом месте. То есть как только я убрал диплом финансиста и переступил порог съёмочной площадки, я понял, что я хочу этим заниматься. То есть в любом случае, даже когда я продюсер, даже когда я режиссёр, я всегда на первом месте у меня актёрство. И предлагая какие-то роли, я всегда рассматриваю сначала роль, а потом говорю, ребят, ну вот у меня вот есть мой проект, и, к сожалению, я не смогу. То есть я всегда сначала смотрю с точки зрения актёра. То есть это приоритет твои проекты актёра? Да, даже на площадке, разговаривая с точки зрения, как я режиссёр с актёрами, я всегда говорю на одном языке с актёрами. С точки зрения продюсеров, я никогда не ломаю на деньги. Если я говорю, ребят, вот есть такая сумма, всё. Больше, к сожалению, не могу дать. Если вы откажетесь, всё нормально. То есть там нет такого, типа, ну давай... Незаменимых нет. Это, кстати, да, очень распространённая у нас фраза. То есть если... Я не говорю, что там не давлю на жалость. Не только не потому, что мы друзья. Вот есть такая сумма. Откажетесь, я всё понимаю. Но если бы ты сыграл, было бы здорово. То есть здесь, опять-таки, с точки зрения актёра всегда разговариваю. И мне кажется, именно опыт актёра для режиссёра и для продюсера, он необходимый. Ты не можешь говорить с людьми с точки зрения... У актёра есть такое понятие, как качели. Качели, сейчас правильно выразиться, качели... Что-то вроде качели силы, что ли. То есть когда ты читаешь какую-то роль, ты должен для себя понять, кто твой герой. Он стоит ниже определённых героев, посередине или выше? Посередине, как правило, не бывает. Потому что мы всегда... Для кого-то мы ниже, для кого-то выше. Здесь, когда продюсер всё время смотрит на тебя сверху вниз, он не понимает. Когда ты говоришь, блин, чувак, на улице минус 40, а я там, мы играем лето. Так не должно быть. Он говорит, слушай, я тебе плачу деньги, вот так делай, и всё, я сказал. Когда человек знающий, он говорит, ну я понимаю, да, давайте что-нибудь придумаем. Он начинает думать, потому что у продюсеров, в первую очередь, это башка. Всё остальное потом уже идёт. Башка. Башка. Я тогда тебе пишу. И вот, я к чему говорю. То есть актёрство, оно в любом случае, оно помогает и в режиссуре, и в продюсировании, и вот непосредственно в самом актёрстве. Я счастливчик, и я могу делать выбор. Если ты говоришь про рынок, ты говоришь про казахстанский рынок, я могу себе делать выбор, потому что я, например, для себя поделил. На рынке голливудском я актёр и каскадёр. И в этом развиваюсь, и дальше появились перспективы. И я думаю, что будет всё очень хорошо. Почему-то я уверен, что будет всё очень хорошо. Ты так внушительный говоришь, как будто от меня отожаешься. Всё будет хорошо, Коля. Я не знаю, правильный ответ, но... Отпусти его ногу. Да, а на казахстанском рынке у себя дома я хочу быть... Ну, у меня неделимое. То есть я не могу выбрать среди продюсер, режиссёр, сценарист. Я больше склонен себя называть... Пристремлюсь стать шоураннером. Да, шоураннером. Чтобы я сам написал, сам нашёл на это деньги и сам срежиссировал. Это вот моя цель, и я вот этим хочу заниматься. И сейчас это и происходит охотно. Круто. Большое спасибо. Я во многом... Мой какой-то внутренний... Внутреннее такое желание было поговорить с вами. Потому что, как мне кажется, в любой профессии, вот особенно с тем, с кем, например, мне пишут, с кем я встречаюсь, мне всегда хотелось... Ну, особенно вот... С актёром я не встречаюсь, правда, но переписываюсь. Мне всегда хотелось как бы сказать, но я не знал, имели право, да, говорить там типа, ну... То есть сценариста я могу сказать, ну такой ты, будь проактивен, ну то, что, например, ты рассказываешь, ну хотя бы соблюдая эти правила, посылай на сценарный конкурс. Сценаристы нужны вообще кобздец. Везде. Да. Там режиссёром я тоже как-то говорю, ну снимайте что-то ещё. Актёром, например, ну вот не актёром даже, а тем, кто хочет быть актёрами. Или там вот бывает, ну у нас такой разговор с людьми, которые там, как это правильно, я не знаю, по какими, чтобы не обидеть никого, ну часто играют роль второго плана. То есть вот. Я, к сожалению, не знал, как сказать, типа, ну посоветовать что-то. Ну что сказать, если вас выбирают. Но вот глядя на вас, мне кажется, можно взять такой полезный, как бы какие-то советы, потому что глядя на наших сегодняшних гостей, мне кажется, вот такая проактивность, какие-то действия, да, то есть они всё равно рано или поздно к чему-то как бы приведут. Вот. Поэтому большое спасибо, что вы пришли. Это был подкаст на канале Серийный Продюсер. Всем большое спасибо. Подписывайтесь на наш канал, если вам это нужно. Всем пока. Без души было. Я как-то не уверен. Как я могу сделать телефон, что-то я как бы-то... Это был... Ты должен поставить точку, вам это нужно, а если это нужно, он начинает думать, вдруг мне это не нужно. То есть ты человеку даешь... Подписаться, если не хочешь. что-то я... Серёжа. Угу. Вы еще классно не должны войти, потому что... Не майники мастер-класс по актёрскому мастерству. Вот. Это финальная фраза поменять, мне кажется, если вам это нужно. Вам это нужно, надо сказать. То есть ты... Я такой неуверенный в себе. Да, ты... Человек думает, да, мне это нужно, и вот когда он начинает сомневаться, ему это не нужно. Первое сомнение, это всё. Давай. Подписывайтесь на наш канал, потому что вам это нужно. Кому это нужно? Вам! Кому! Всем! Всем! Всё, вот так надо. Всё.